Будущее Европы. Мортин Урсков-Енсен. Елайн Спастин, Дания. 21 мая 2018 года. В этой заметке я поиграю в небольшую игру. Обычно я стараюсь подкрепить свои аргументы с ссылками на документы, когда это возможно. Строить свои рассуждения таким образом, убедительно и потому совершенно разумно. Однако на сей же раз я поступлю по-другому. Сегодня я поразмышляю над невероятной судьбой западного мира за последние две с половиной тысячи лет. Древние греки, пожалуй, первые европейцы, кого мы можем с уверенностью назвать мыслящими людьми, и кому присуща саморефлексия. Разумеется, высокоразвитые культуры существовали за пределами Европы, но наше мировоззрение – плод греческой мысли. Благодаря им мы впервые осознали себя европейцами. Мягко говоря, отличились и римляне, причем как своей жестокостью на полях сражений, так и масштабным градостроительством. Однако ничто не вечно, и Римская империя разваливается под натиском германских племен и гуннов. Постепенно они подминают под себя огромную территорию, веками входившую в Пакс Романа, или Римский мир. Начинается Средневековье. Средневековье. Своё нелепое имя эта эпоха получила уже во время последующего возрождения. В истории нет другого периода, с которым обошлись бы столь же несправедливо, как со Средневековьем. Его представляют как мостик между античностью и Ренессансом. А ведь период с V века по XIV, а в Скандинавии еще позднее, во многом был периодом процветания. Конечно, во времена раннего Средневековья, примерно с 500 по 1000 год, было множество качественных и количественных свидетельств того, что знание римского периода утрачено, и, казалось, безвозвратно. Города Хирелия. Дороги приходили в негодность, и связь между разными регионами Европы, считай, прервалась на долгие годы. И все же Европа получила достойную замену античности. Христианизация Европы сделала возможным сохранить и приумножить в монастырях по всему континенту знаний и мудрость древних. За то, что цивилизация вообще выжила, Европа до сих пор в неоплатном долгу перед этими оплатами христианства. Однако нападки на европейскую культуру не прекращаются. Немало преуспели на этом поприщи наши викинги. Тут, впрочем, следует отметить, что, доказывая свою силу огнем и мечом на протяжении нескольких столетий, они не переставали быть европейцами. Куда опаснее были нападки извне. В 711 году на Иберийском полуострове высаживаются арабы. Мавританское завоевание Испании и Португалии продлилось 800 лет, пока не произошла реконкиста. На Балканах, родине сербов, греков, македонцев и другие народов, дело шли еще хуже. Ужасная трагедия сербского народа началась в 1389 году с поражения в битве на Косовом поле. Следующие 500 лет в стране жестоко хозяйничали турки. Однако балканские страны, в конце концов, сбросили турецкая рига, а сама Османская империя развалилась в начале 20-го столетия. И я чуть было не забыл о Ренессансе, важнейшем периоде в европейской истории, который продлился с конца 14-го века до середины 17-го века. Коперник, Леонардо да Винчи, Микеланджело и Галилей, вот свидетельства неостановимого прогресса, происходившего тогда повсюду. Мышцы эти использовались на благое дело. Люди не только богатели, но и положили конец таким бессмысленным жестокостям, как рабство. К несчастью, европейцы ранее отточили работорговлю до совершенства, привнеся этот первородный грех и в новый свет, где они до поры до времени задавали тон. Чернокожие невольники массово завозились и в США. Здесь следует оговориться. Помимо европейцев, работорговлей вовсю занимались арабы и африканцы. Но обратите внимание, кто положил ей конец? Конечно, европейцы. Рассвет Европы продолжается и в 19 веке. Процветают и многочисленные европейские опроски. США, Канада, Австралия и Новая Зеландия. Нельзя не отметить невероятную волю англичан к созданию новых миров. Страдали ли при этом автохтонные народы? Безусловно. Однако колонизация несла с собой невероятное развитие, а его бы ни один из этих народов без участия англичан не достиг. Как можно однозначно оценить прошлое, которое с одной стороны принесло порабощение, а с другой – благополучие и процветание, немыслимой и беспромышленной революции? Но вот для Европы настают черные дни – Первая и Вторая мировые войны. Катастрофа разразилась в 1914 году. Не случись этой кровопролитной войны, коммунизм так навсегда и остался бы мыслительным упражнением, а нацизм и вовсе никогда бы не появился на свет. В годы Первые мировые европейцы всерьез пытались уничтожить друг друга, а заодно и стереть с лица земли все плоды процветания уверенности в себе. Последовала жуткая нацистская пляска смерти, 1933-1945 годы. Кровавая идеология нацизма привела к гибели 6 миллионов европейских евреев, народа, внесшего поистине беспрецедентный вклад в благоденствие Европы, ее науку и искусство. Однако для ряда стран Центральной и Восточной Европы разгром нацизма стал лишь прелюдией к коммунистическому тоталитаризму, который пришел ему на смену в 1945 году. Наступает Холодная война, в ходе которой США спасают Западную Европу от наступающей с Востока диктатуры. Холодная война продлилась 1944 года, и потом внезапно грянуло чудо. Берлинскую стену и железный занавес смыло, словно песчаные замки, морским приливом. Коммунистические вожди взяли и сдались. Они сложили оружие и признали себя побежденными, осознав стремление Европы к свободе. Так Европа вновь стала единой, не столько под властью Брюсселя, сколько в смысле исторического единства. Народы Европы могут снова жить, работать и отдыхать в безопасности, уважая друг друга. Пусть Европа, главным образом, Западная, переживает сейчас нелегкий период, я все-таки уверен, что европейцы рано или поздно преодолеют трудности. И тогда вернутся светлые и счастливые времена, и мы снова станем хозяевами в своем доме. За две с половиной тысячи лет величие Европы ничуть не убавилось. Мы постоянно возрождаемся из пепла.